Около 600 спортсменов из более чем 50 субъектов нашей страны. Такова география участников чемпионата России под Хэквонду в Сочи. Сегодня состоялось торжественное его открытие с яркой культурной программой и показательными выступлениями сборной Краснодарского края. Участвуют команды из 50 регионов России, начиная с Дальнего Востока и заканчивая нашими южными республиками. В составе спортсменов очень высокого класса и чемпионы мира, Европы, призеры Олимпийских игр участвуют. Чемпионат России под Хэквонду в Сочи принимает впервые. Крупнейший по этому виду боевых искусств в нашей стране турнир решили провести на Адлер-арене. Этот зал, в котором во время Олимпиады состязались лучшие конькобежцы мира, а теперь теннисисты легко трансформируются под разные виды спорта. Наконец-таки долгожданное событие свершилось и в нашем городе Сочи. И лучшие спортсмены России, а это более 60 регионов страны, прибыли к нам в Сочи. Для нас это очень важно, что не только мы сегодня зимние виды спорта продвигаем вперед. Чемпионат проходил по Олимпийской системе. То есть спортсмен выбывает из борьбы за медали уже после первого поражения. Остроты борьбе придает и тот факт, что турнир является отборочным на чемпионат Европы 2016, который пройдет в конце мая в Швейцарии. И, конечно, туда попадут не все, только лучшие. В числе претендентов и тхаквандисты сборной Краснодарского края сочинцев в их числе пока нет. Но этот вид спорта и в регионе, и на курорте развивается хорошими темпами. Например, в сочинских секциях Тхаквандо занимается около тысячи человек. У нас есть и место хорошее для занятий. Например, мы тренируемся в Дю США-1 на Парковой. Просторный зал, стадион рядом, экипировки достаточно. Поэтому я считаю, что здесь всего достаточно для того, чтобы готовить новую пляду семи спортсменов. Сегодня завершился первый день соревнований. Определились победители в категории свыше 87 килограммов среди мужчин и среди женщин до 53, 57 и 73 килограммов. Впереди еще три дня борьбы за медали чемпионата России. Финальный 20 ноября. Елена Авсецна, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.